Интересно еще ваше мнение. Парень зовет на фильм, который ему интересен, а мне ну никак. Стоит ли говорить? А если сказать, то как, чтобы он не обиделся? Что вы посоветуете в данном случае? Какие фильмы вы любите сами? Ну, лично я, не знаю, парень зовет на фильм, который ему интересен, а мне ну никак не интересен. Лично я, я бы сразу сказала, в смысле? Я бы изначально, от чего-то он предлагает вот этот фильм, например, давай как бы искать какой-то компромисс. И вообще, если он приглашает меня, он заинтересован, он хочет со мной провести время, то как бы ты же мужчина, ты же будь добрый, давай посмотри то, что мне нравится, чтобы как-то сложить хорошее впечатление о нашей встрече. Ну, то есть, конечно, надо говорить. Все надо говорить, а не сидеть как мыши серые. Ой, давай, ну ладно, посмотрим этот фильм. Ну, вот лично, как у меня, если это парень, мой любимый человек, он меня зовет на фильм, который ему интересен. Я вспоминаю, что он, скрипя зубами, сидел, смотрел со мной ванильное какое-то небо. И я, конечно же, сделаю, я пойду на этот фильм, как бы разделю с ним какие-то его эмоции, я могу посмотреть с ним даже футбол. Но я просто понимаю, что он готов отдавать мне то, что я ему даю. Ну, то есть, в случае, если это уже отношения, да, в случае первого свидания, когда он зовет на фильм, но... Я вообще не хожу с кем на фильм, поэтому... А какие фильмы ваши любимые? Цветок в пустыне. Да, цветок в пустыне. А что ты так смеешься с названием цветок? Нет, я с тобой еще смеюсь. Ладно, да, цветок в пустыне. Посмотрите, это фильм основан на реальных событиях. Да, не будем спойлить тут. Спойлить, спойлить, спойлить. Спасибо. Ну, посмотрите. Спасибо за песню «Не твоя малышка». Часто слушая ее в телефоне, мне жаль, что у вас уже не четверо. Когда ждать новую песню? О каких съемках вы говорили в Инстаграме? Суммы мы с вами. Привет, суммы! Малышки! Спасибо вам за то, что вы слушаете нашу песню. Да, очень-очень приятно, честно. Почему жалко, что нас уже не четверо? Нас двое, мы готовы также отдавать энергию, мы также готовы предоставлять вам крутой материал, делать много крутого-крутого-крутого-крутого контента. Так, когда ждать новую песню? Совсем скоро. О каких съемках мы говорили в Инстаграме? Это пока секретные съемки, но мы можем сказать, что они проходят на канале СТВ. Поэтому совсем скоро, да? Да, и я, да, девчонки-мальчишки, вы в первую очередь узнаете, когда-то можно нас смотреть, разглашать, когда мы сможем, да. Рита пишет, у меня вечная проблема с длинными волосами. У вас на фотографиях они всегда такие классные. Что вы делаете для этого? Будет ли видео на песню «Любы, кухай мене?» Давно вас не видела в кадре. С волосами, на самом деле, это спасибо также родителям. Это генетика, на самом деле, волосы. Хотя я... Вечный экспериментатор. Да, я вечный экспериментатор. Это челку обрежу, то волосы покрашу. И так я их, конечно, значительно ухудшила, но, тем не менее, они есть. И слава богу, да. Вот у Ян, например, натуральные волосы, он действительно очень классный, при этом ей не приходится что-то для этого делать сверхъестественное. Шампунь, бальзамы, два раза в неделю масочку. Всё. И подстегать раз в два месяца. И всё. То есть... Слава богу, больше никаких проблем нет. Мы не тратим бешеные деньги на лечение волос. Ну, так и мои. Что реально. Весь бюджет уходит на Леру. Да. Так, будет ли видео на песню «Люба Куха и Мэне»? Нет. Но будет скоро новое видео на другую песню. Что вас вдохновляет? Например, меня вдохновляет... Я когда работаю много, я вижу результат, меня это вдохновляет ещё больше работать и делать что-то новое. Делать больше, делать круче. И ещё... Вдохновляют люди, которые много работают, которые показывают такой ошеломляющий результат, и ты сидишь и думаешь, блин, сколько же тебе ещё надо пахать. Но это вдохновляет. Меня вдохновляет, например, я когда рано просыпаюсь, я весь день в работе, я правильно питаюсь, занимаюсь в спортзале, я прихожу домой уставшая, там, доделываю какую-то работу, ложусь спать, потом проходит, там, например, пять дней этих рабочих будней, в один день выделяю на встречу с друзьями отдых. Вот вдохновляет как-то такой вот ритм жизни. Спасибо. Уход Оли и Саши. Как-то повлиял на группу? Так, как-то повлиял, нас стало меньше в первую очередь. Ну, в принципе, нет, не повлиял. Мы работаем дальше лучше и лучше. Почему долго выходят песни? Ну, мы же новички. Мы же новички. Новички это все настолько непросто, что мы даже знали, что это будет тяжело, но не настолько. И смысл выпускать, да, вот эти песни быстро, плохого качества. Мы хотим делать... Просто для количества. Мы хотим качество делать. Поэтому мы с тобой дольше, но это же вот как ребеночек. Врачим, врачим. Врачим, врачим. Потом думаешь, отдавать, не отдавать, отдавать, не отдавать. Еще пора с ним. Отдавать в ротацию, не отдавать в ротацию. Расскажите про закурисие проекта «Холостяк-7». Как вы считаете, почему девушки-победительницы не остаются с «Холостяком»? Начнем с конца. Почему не остаются? Потому что всего лишь там три месяца этих съемок, и девушка проводит с парнем не так уж и много времени, чтобы понять его настоящего. Камеры. Мне кажется, за счет того, что конкуренция, за счет того, что уже столько девочек и борются за одного мужчину, они уже волей-неволей просто в него влюбляются как в объект, как в цель. Да. А вот потом... Начинают бороться за него. Они остаются вдвоем, выходят с проекта. Это вообще спортивный интерес, мне кажется, даже больше. Они выходят с проекта. Они остаются наедине, и у них нет никакой конкуренции с девочками. Они на него смотрят и думают, что будет там. Что, что будет делать? И поэтому они не находят общий язык, не получается притирка эта. И все, расходятся, как обычные, нормальные люди, которые пытаются построить отношения, у них не получается, они расходятся и ищут. Ну, так вот, как море-корабли расходятся. Ну, так это хорошо, зато люди... Это прекрасно, что люди расходятся. Ну, люди не занимают место другого человека. Ладно, что это уже? Просто любви подкалывать, Яна. Так что там у нас дальше? В детстве тоже увлекались музыкой? Могу сказать, чем мы только не увлекались, и музыка заходила. И музыка тоже увлекались, и пели, и занимались вокалом, и мечтали... на X-Factor пойти. Хорошо, что не пошли. Да, но бабушка остановила. Бабушка остановила, говорит, не надо. Мы так обиделись на нее, звонили маме, жаловались. Не надо так. Да. Ну, слава богу, слава богу, мы не прошли. Почему Саша и Оля ушли с группы? Так, первая Саша, Сашунька наша, она нашла любовь, выбрала как бы... И вообще сменила страну проживания. Она улетела, она не в Украине. Мы это все понимаем, мы ее поддерживаем, я очень безумно рада, что она встретила настоящую любовь, потому что, например, когда, сколько мы с ней дружили, она никогда не готовила, говорит, Яна, я не умею этого делать. А сейчас она приезжает, говорит, я там борщик приготовила, рисик, мне так нравится это все делать. Приятно даже наблюдать, что она сейчас счастлива, она выбрала любовь, и она кайфует от этого. Это круто, мы поддерживаем абсолютный ее выбор. Оля ушла от группы, Оля свой бизнес, Оля занимается другим, то есть она ушла более в бизнес, не в творчестве. Какие планы на будущее? Какие? Много планов. Писать песни, записывать клипы, выпускать это все в ротацию, делиться новым контентом. Ну, это музыкальный план, да. Много-много всего. Здравствуйте, Лера и Яна. Как вам пришла идея записать кавер на песню Любой Кухай Мене? Вы будете теперь петь дуэтом? Так, ну, как пришло. Мы искали, мы хотели записать украинскую песню, свою. Нам никто не мог предложить хорошую, хороший какой-то вариант, который нам был бы по душе, который бы нас тронул. Тот бы мы хотели исполнить. Поэтому мы выбрали украинскую песню, которая действительно была очень популярной, до сих пор, и многие люди знают. И хотели дать ей какую-то новую жизнь, новое звучание. Проэкспериментировать, можно так сказать. Спасибо. И последний вопрос на сегодня. Планируете ли вы посетить Запорожье в ближайшее время? Вопрос от Мэгги, да? Странное имя такое. На самом деле, это вопрос от нашей лучшей подруги, которая живёт в Запорожье, которая давно нас увидела. Готовно увидела от нас. Запорожье в ближайшее время не собираемся посетить, поэтому всех призываем приезжать в Киев. Всех приглашаем в Киев. Всем сюда. Спасибо. Давайте выберем самый креативный и лучший вопрос. Так, так, так. Я могу пролистать? Да, да. Так, наверное, а что-то в начале у нас было. Дарья вроде помню. Ой, а что там? О, а что про обувь вопроса этого не было? А где я не вижу? Вот, вот, вот. Выше решите. Здравствуйте. Можно ли вам дарить обувь, спрашивают? А! Можно ли вам дарить обувь? Здравствуйте, Лера и Яна. У меня вопрос к вам обеим. Если можно, то отвечайте по очереди и как можно честно. Можно ли вам дарить обувь? Назовите, пожалуйста, размер ноги. У кого из вас ножка немножко побольше, а у кого-то поменьше. К сожалению, у нас одинаковый размер ноги. Да, и, к сожалению, не очень хочется говорить размер нашей ноги, потому что... Такой размер золушки. Папу! Да, размер золушки. Боже мой, а кто нам хочет обувь подарить? Мне нравится этот уже вопрос. Наберём все попозже. Да. Так, ну, лучше вопрос давай выбирать. Так, 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 так. Мне нравится образа Кузлиси, да? Холостяка? Там был большой, кто-то вопрос. И обувь, как замечают, нет? Холостяка. Ниже-ниже. Там Даша вроде бы, да? Ниже-ниже. Ниже. Так. Ага, ниже ещё. Ниже. Ниже. Ну, Дарья вроде бы была. А, за кулиси, да, Шоу? Вот, да, девочки, ну, очень интересно, знают, как проходят съёмки в Холостях, чем занимались в неё кадры. Да, вот нам этот вопрос понравился. Про фильмы, да? Вот, про фильмы. Чтоб он не обиделся. Отлично, этот вопрос. Про какой? Буду искать, что... Лер, этот вопрос с тебя говорю, и всё. А, про парня, который зовёт на фильм? Да, прикольно очень. Да, вот этот оставляю. Есть о чём подумать. Давайте, да, вот этот фильм. Фильм. Вопрос про фильм. Хорошо. Даша получит тогда футболки от наших девочек. Даша, я тебя уже завидую. Так, нам ещё надо второго ещё, вы будете поберёте. Может, футболочек давайте... А кто, что нам понравилось? Ну, так, что я... Другим? Потом? Ниже, наверное. А с вами какой вопрос нам понравилось? А давайте про обувь вопрос. Это Наталья. Наталья, товарищи, очень оригинально. Наталья, даже вот... Получать будут вот такие вот футболочки наши. Любой, кохай, мене. Щоб вас кохала. Спасибо. А сегодня в гостях точка нет была украинская группа Холосячки. Спасибо вам большое за ответы. Спасибо. Спасибо за вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!